Чтобы добрый и покутный ветер наполнял паруса корабля, не дарил всем угрозным на свете ромашковые поля. Впервые в истории Великого Остюга город стал центром притяжения действующих сотрудников внутренних дел Самурской, Вологодской, Архангельской, Саратовской, Оренбургской, Тюменской областей, а также Слуганской Народной Республики, Республик Северная Осетия, Чувашия, Одмуртия, Ханты-Мансийского автономного округа Краснодарского и Пермского краев. Полицейские представили зрителям свои творческие номера, главной темой которых стала любовь к родной стране и людям, живущих в ней. К нам в гости приехали сотрудники из всех уголков России, со всех краев нашей необъятной родины. Дальний Восток, Урал, Северный Кавказ, Поволжье. Все они сегодня здесь представят вам свои творческие способности. Уверен, что их талант подарит вам положительные эмоции, завоюет ваши сердца. Сегодня сотрудники полиции продемонстрируют вам все свои возможности. Я уверен, необычный формат, предложенный организаторам, будет интересен, удивителен для всех, и мы получим море интересных, замечательных, незабываемых эмоций. Ну и, конечно же, в день Семьи, Любви и Мерности, я хочу сказать, что семья – это, наверное, самое дорогое, что есть в нашей жизни, какая-то основа основ, источник нашей великой силы, поддержки. И именно семья в трудную ситуацию всегда поддержит, найдет нужные слова. По словам участников концерта, Вологодская земля покорила их своим гостеприимством, красивой природой, уникальными заповедными местами. Для многих из приехавших в старинный русский город Великий Устюг является именно тем уголком страны, красота которого громче любых слов говорит о величии России. Вы знаете, я просто, ну, не первый год работаю, скажем так, в сфере культуры, в сфере искусства, и такой встречи я еще просто никогда, мне кажется, не видела. Настолько, ну, как домой приехали. Такая атмосфера, так тепло, просто, ну, все родственники и родные. Очень приятно, очень. Спасибо большое организаторам. Мы очень рады, для нас это будет опыт, скажем так, что-то новенькое, здесь очень красиво, люди очень тепло встречают. Мы этому очень рады и очень благодарны. Я отметила природу, на самом деле, как бы я тоже не из бедного природного края. У нас очень красивая республика, но, вот вы знаете, вот дух России, вот я его здесь очень сильно ощущаю, на самом деле, мне очень нравится, очень красиво, нас встретили прям вот душевно. Я надеюсь, что не первый, не последний раз мы здесь. Кроме творческих выступлений, устюжане смогли увидеть автоколонну спецтехники, которую используют в работе сотрудники внутренних дел. В рамках фестиваля полицейские совершили автопробег по маршруту Волок до Великий Устюг. Торжественно объехали главные улицы города, завершив свой путь на площади Славы. Здесь же, в праздничной обстановке, великоустюгским полицейским были вручены очередные звания и заслуженные награды за добросовестный и самоотверженный труд. Не оставили без внимания в День семьи, любви и верности супружеские пары сотрудников полиции, которые умеют искренне любить и ценить друг друга. Ярким примером крепкой и любящей семьи можно по праву назвать супругов Ананиных, которые в браке 13 лет и воспитывают двоих детей. Несмотря на работу в одной структуре, стараются дома не думать о работе. Ярким моментом праздничной программы стало выступление кинологической службы УМВД России по Вологодской области. В России практиковать службу собак в полиции начались с 1906 года. Ежегодно служебные собаки наряду с сотрудниками пресекают и выявляют такие преступления, как незаконное хранение оружия, боеприпасов и наркотиков. Помогают задерживать злоумышленников и конвоировать их к местам процессуальных действий. А также находить тех, кто пропал и попал в беду и нуждается в помощи. Бурными овациями и неподдельными эмоциями встретили зрители показательное выступление отряда специального назначения «Гром» УМВД России по Вологодской области. Сотрудники произвели блокирование и задержание преступников на транспорте, подозреваемых в совершении вооруженного грабежа в состоянии наркотического опьянения. После показательных выступлений у Стюжани и гости города смогли лично пообщаться как с артистами, так и посмотреть служебную технику, сфотографироваться с сотрудниками отряда специального назначения «Гром», пострелять холостыми из представленного на выставке оружия, задать все интересующие вопросы о службе в рядах внутренних дел. Особый интерес к оружию и транспортным средствам проявили, конечно же, юные у Стюжани. Подержать в руках боевое оружие – это целое событие в жизни каждого мальчишки. Впереди творческого турне коллективов сотрудников полиции «Город Тотьма» и Вологда, где и завершит в этом году свою работу Всероссийский фестиваль. Оксана Митинева, Антон Карев, телеканал «Русский Север».